Welcome, 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 дорогие друзья, это с вами Виви и у меня не Виви новости, а обзор, обзор команд чемпионата Кореи ЛЦК 2022 года, ну и соответственно первого сплита следующего года. Напоминаю, что этот чемпионат мы рестримить не сможем, у нас прав на это нет. Я, наверное, им еще раз письмо напишу, но вряд ли они дадут разрешение на это все. Еще я пытаюсь пробиться в Юмастерс, тоже туда письма пишу, у меня какой-то вроде даже позитивный ответ от одной компании там пришел, будем сейчас его прорабатывать. Если получится, может быть, в следующем году, как раз таки из Лиги Легенд Киберспорта, буду стримить какой-нибудь турнир Юмастерс, какой-то один из регионов. Ну а что у нас здесь, ребят? Как и обещал, как только корейские команды все укомплектуются, так тут же я сразу же запишу для вас видосик. Но видосик будет непростой, он будет с рейтингом, поэтому, как обычно, сейчас у меня снизу будут команды, потом вторая линия команд, потом третья линия команд и первая линия команд чемпионата Кореи. Ну что ж, начинаем с последнего места, по моему мнению, это команда Фреддит Брайан, ребята Брайан Блейды, которые переименовались в компанию Фреддит Брайан. Это компания, которая производит что-то там с деревом связанное, ну, видимо, местные зеленые, местные флайквесты. И у них на этот год запланирован не самый крутой состав, они зачем-то вернули сварда, конфликтного паренька, из-за которого ушел ЦВМакс, но ЦВМакс теперь ушел на пенсию. Ну, он на самом деле сказал, что он решил взять перерыв от Лиги Легенд после неудачного сплита предыдущего года с командой Драгон Икс, где команда Драгон Икс заняла последнее место и установила антирекорд свой собственный, практически не выиграв ни одной игры. И вот такой вот у них составчик образовался. Морган Сворд, они будут делить эту позицию на топе, Умти будет в лесу. Оценки вот эти вот сбоку, которые стоят, это моя примерная оценка игрока относительно предыдущего сплита. Если будут какие-то ремарки, я буду, конечно же, их говорить. Вот ремарочка, это, конечно же, Бот Лейн, Хена и Делайт, это два молодых игрока, никак вообще себя еще не проявившие. Возможно, это суперзвезды, от которых мы ничего не знаем, возможно, это новый шоумейкер, ну, здесь надо так говорить, не шоумейкер, новый Узи и новый, какого-нибудь саппорта, назовите мне, Микки Икс, да, из команды Драгон, который, кстати, так не смог найти состава для себя. Это будет в ВВ новостях рассказано, в ВВ новости будут у нас через два дня, как раз после Game Awards я расскажу и про конфликт команды G2 с Микки Иксом, и про Game Awards, и вообще про то, что последнее произошло в мире киберспорта, последние события, которые произошли в мире киберспорт событий. А сейчас, кстати, да, поставьте лайки и подписывайтесь на канал, надо подписаться. Да, кто не подписался? Ужас, я вижу тебя. Ладно, идем в следующую команду, Фреймблайды, Фредитблайды будет на последнем месте, как я уже говорил, и тут мы подходим к команде Rocks Tigers, которая называется теперь Ханхвалайф Еспортс уже давным-давно. У них, ну, не сказал бы, что прям мега плохой состав, но это состав вопросительный. Они себе оставили Дуду, который сыграл Отвратителя в прошлый сплит, и я надеялся, что они от него избавятся, но они его оставили. Он Флика вытащили из его, там, чуть ли не уже Челленджер-команда. Он Флик играл когда-то очень хорошо, и поэтому я ему авансом ставлю 8 баллов. Виллер — это их же, собственно, лесник, который был отвратительным в прошлом сезоне, и они решили избавиться от своего мидлайнера, избавиться от своего Адекерия и оставить своего саппорта. И в итоге у них Vista, AMD и Karius. Кто такой AMD и Karius? Это игроки, которые играли в Челленджер-лиге, а кто-то даже, по-моему, и Karius играл из них в китайской лиге. Ничего вообще они там не добились, поэтому эти 6 баллов, они реально действительно им принадлежат. Считаю ли я эту команду сильной? Нет. Они в плей-офф не попадут, как команда Фредит. Переходим к линии номер 2. Эта команда чуть-чуть посильнее, но вам заранее просто скажу, что в чемпионате Кореи сейчас действительно будет много команд, боряющихся за плей-офф. Это, по сути, линия вся, боряющаяся за плей-офф. И мы начинаем с лифт-сэндбоксов, у которых очень крепенький состав, состав, который может давать бой топ-1 командам даже чемпионата Кореи. Не уверен я, что они могут попасть на чемпионат мира, но за плей-офф они могут побороться. И где же здесь крепенько, спросите вы? Ну вот DAF, который играет явно лучше, чем Морган, Сворд и Дуду. Крока очень хорошо отыграл прошлый сплит в лесу и был, по моему мнению, в топ-5 лучших лесников Кореи. Клоузер, один из лучших мидлейнеров, но, к сожалению, он был во втором составе команды Т1. Заменял фейкера, было это дело, но теперь вот Клоузер будет играть в основе. И, возможно, 8 баллов, даже слишком низкая оценка ему. И вот два молотника, опять же, под вопросом это Тенви и Кайл, потому что про них нихрена не знаю. Как и про Ховлинга, как бы я знаю, я могу их статистику посмотреть, и то, что я вижу, это грустно. Они оба играли в команде Джинджи Челленджер. Джинджи Челленджеры заняли, по-моему, четвертое место в чемпионате Челленджер Корея. И, ну, ребята вроде что-то творили. И вот весь этот дуэт они себе забрали. Надеюсь, что у них он выстрельнет. Но, опять же, все от тренера будет зависеть. Если тренер сможет поднять этих игроков до высокого уровня, то все получится. Номинально пока оценка вот им такая. Команда Драгон Икс! И их новый состав. У Драгон Иксов после прошлого сплита могли они делать все, что угодно, потому что хуже уже сыграть нельзя. Они поменяли тренера, и новый их тренер будет использовать игроков из команды Били-Били Гейминг. Потому что он сам из команды Били-Били Гейминг. Поэтому он притащил сюда Зеку. Убедил Дефта вернуться. Выкупили они Берила у команды Дамбон Кия, которые страдали опять по финансам. Потому что у этой команды нет какого-то финансовой базы. Ну, потому что игроков они не создают. Это команда имени. Имя чемпиона мира Дамбон Кия. Ну, в этом году они не стали чемпионом мира. Как вы знаете, Эдварды стали. Соответственно, часть спонсоров отказались. И надо было Берилу платить больше денег, а платить нечем. Ну, а за хлеб он играть не решился. Поэтому они его продали, команда Дамбон Кия, чтобы остаться на плаву. Чтобы заплатить Шоумейкеру и Каньон. Это я вам спойлерю. Они будут, конечно же, в составе. В итоге что у нас? Кинген и Пёсик остаются из команды Дракон Икс. Джет Зека. Джет вытащен, по-моему, из команды Джен-Джи, если я не ошибаюсь. Зека из Челленджер команды Джен-Джи. Зека из Били-Били Гейминг. Тренер из Били-Били Гейминг. Дефта вернули. Он денег уже не стоил. Собирался уходить на пенсию. Но его убедили еще один сплит поиграть. Как минимум сплит он еще будет играть в этой команде. Номинально я ему ставлю 8 баллов за отсутствие мотивации. Возможно, у него 9, а по старинке он бы вообще десятку у меня имел. Ну и Берил 9, это понятно. Новая команда. Он захочет себя проявить и доказать команде Дамбон Кия, что он-то денег этих стоил. А Шоумейкер с Каньоном не стоит. Потому что, сами понимаете, обидно, когда игрока выкидывают из команды, а оставляют каких-то других. А ты понимаешь, что ты как бы был там самым главным. КТ Роллстерсы. Или как мы их называем иногда КТ Лобстеры. Но в этот раз они не Лобстеры, они реально Роллстеры. И Роллстеры собрали себе добротный состав. И если бы не это проблема по бутлейну, я бы сказал, что это претендент на крепкую позицию чемпионата мира. Ну и что у нас получается? Раскал на топе. Как был, так и остался. Прошлый сплит был не очень удачный у него. Поэтому с девятки он у меня упал до восьмерки. Кузя не очень удачно отыграл. Прошлый год был сначала в основе команды Т1. Потом вылетел в запасные. Говорят, что это было из-за конфликта его с Фейкером. Конфликт именно идеалов. Идеальную игру видел Кузя по-своему. Фейкер по-своему. Кузя играл в основном как раз с Клоузером. Когда вот это было. Дабл С, вот этот вот Клоузер. Кузя были. Но теперь у Клоузера другой дружок есть. Крока. Так вот, Кузя будет у нас играть в команде Катаростас. И как мы знаем, Кузя в других составах играет очень хорошо. Возможно, здесь он тоже будет мстить команде Т1. Ария. Игрок из команды Detonation Focus Me. Японец. Который, кстати, официально является гражданином Японии. Но у него двойное гражданство и гражданином Кореи. И он попадает сюда. И я вам ставил оценку 9. Ему точнее ставил. Ну и вам имеется ввиду, что в предыдущих видео, когда мы про чемпионат мира говорили, ему оставило тогда 9 баллов. Все говорили, что ты стоишь 9 баллов. А в реальности он оказался реально девяточкой. И команда Detonation Focus Me прошла в следующий круг, как вы знаете, в отличие от команды Unicorns of Love. И Ария даже там в следующем кругу, где команда все матчи проиграла, а все равно играл хорошо. Он даже соло килл сделал, я правильно помню. Против кого-то Grand Midlaner. Эйминг. Но, к сожалению, мне кажется, этот игрок падает, все падает и падает ниже. Это из Kangdew Monsters еще старый состав. Эйминг все еще живой. Но я думаю, сюда надо было молодежь закинуть, попытаться. Life, скорее всего, будет основным. Но эйминг именно с Харпом сейчас тренируется. Поэтому Life у них является вторым саппортом. Просто мне кажется, что Life получше играет. Но, видимо, у него нет синергии с эймингом. Если бы они смогли найти какого-нибудь хорошего адекерия, эта команда тоже была бы хорошим претендентом. К следующему составу мы подходим. Это уже линия плей-оффа и претендентов на чемпионат мира. Если вот нижняя, это команды, которые еще могут в плей-офф не попасть, но они все же борются за плей-офф. То сейчас линия команд претендентов на чемпионат мира. И это команды, которые, по моему мнению, точно попадут в плей-офф. И мы начинаем с чемпионов, вице-чемпионов мира и чемпионов мира позапрошлого, теперь уже года. И это грустно. Бурдол на топе. Деогдам Келлен дуэт на ботлейне из команды NS Red Force прошлого года. И Каньон Шоумейкером остались. Каньон Шоумейкером я не буду отбирать у них 10 баллов, которые поставлены. Икс это римская 10, как вы знаете. Кстати, но вот Бурдол на топе, который был выпущен командой GNG во время чемпионата мира, попробовать, возможно, чтобы как раз за денежки его потом продать подороже. Но он так отвратительно играл. У него КДА 1 и 2. Это КДА, ну, уровня как раз команды Unicorns of Love. Из-за него команда проиграла, правда, всего лишь одну игру, если так задуматься. Две игры они выиграли. Правда, его ставили против самых слабых команд группы. И все равно он умудрился там проигрывать линию. Он не выиграл ни одну линию, очень слабый игрок. И я не совсем понимаю, почему они его взяли. Есть вероятность того, что с деньгами гигантские проблемы у команды Дамбункия. Им пришлось сохранить имя, чтобы Гранды остались. Каньон и Шоумейкер это все же их непоколебимые Гранды. И решили искать, что подешевле есть. И вот подешевле они достали Бурдола и Догдама с Келленом из команды NS Red Force. Потому что NS Red Force скоро узнаете почему. Догдама и Келлен. Прошлый год ничего не показывали. По сути, они были самыми слабыми звеньями команды NS Red Force. И самое смешное, как мне кажется. Возможно, есть какие-то внутренние игровые матчи, где тренировки проводятся. Но что для меня смешно. То, что Догдама и Келлен огромное количество раз играли против ботлейна команды Дамбункия. Того ботлейна, где Гост был вместе с Берилом. И Гост с Берилом их побеждали постоянно. То есть, это явное ослабление своего супер коллектива. Но почему же я их не поставил ниже? Если вы спросите, например, на место Leaf Sandbox. Но все же очень большой тренерский штаб. И не идиоты наверняка в менеджерах находятся. И они понимают, что есть перспективы с этими игроками. Именно поэтому они их прикупили. Следующая команда. Это команда Africa Freaks, которую теперь можно называть T1 Freaks или SKT Freaks. Потому что у них теперь в составе из их пяти игроков три игрока команды T1. Кино оставили как основного игрока этой команды. И начали добирать игроков себе. И когда они начали добирать, они вдруг осознали... Кстати, здесь даже у нас шесть игроков, потому что запасные есть. Они осознали, что они набирают себе игроков команды T1, либо T1 Challenger. И Лим играл в команде T1 и был в команде T1 Challenger. Фейт, я честно подзабыл, в какой команде он играл. По-моему, в Leaf Sandbox он был. И сюда пришел Лео, бывший игрок команды T1. Но он был уже в команде Africa Freaks. Так что его фактически нельзя защитывать. Он был уже сплит, как здесь. А Тедди из команды T1, Хойт из команды T1. Кстати, Тедди вместе с Хойтом в Кырске в последнее время и тренировались, играя в дуо. Зачем? Ну, потому что, видимо, знал уже Тедди, что Гумаюша отобрал у него позицию. На чемпионате мира Тедди ни разу не выпустили. Возможно, из-за его болезни, которая у него обострилась при перелете в Рекиавик. Возможно, по какой-то другой причине. В итоге Тедди с Хойтом будут теперь громить на ботлайне. Оценки, я думаю, логичные. Лео был слабым звеном прошлого сплита. И от него, от этого слабого звена, от него слабого звена избавились. И в итоге Тедди вместе с Хойтом будет играть. Фейт, ну, неплохой мидлейнер, но не могу сказать, что он прям какая-то мега-звезда. Хотя, кто-то скажет, что у тебя Клоузер 8 и Фейт 8, я бы отдал предпочтение Клоузеру в данном дуэте. Команда NS Red Force. Я не знаю, откуда у них столько денег. Но то, что они сотворили, это должно быть... Это не должно быть так, скажем так. Ребят, NS Red Force купили себе Саню из команды Т1. Купили себе Дредда из команды... Команды Джин... По-моему, он был уже не в Джинджи в тот момент. По-моему, из Джинджи, не из Джинджи. Купили себе БДД из команды как раз таки Джинджи. Купили себе Гаста из команды Дамбун Кия. И оставили Эфорта из своей же собственной команды. Он был в прошлом сплите у них. А так он был когда-то в команде Т1. И получается, что у них очень крепкий, но без молодежи состав. Это претенденты на выход на чемпионат мира. Абсолютно понятна их идея. Мы скупаем опытных игроков. Но не тех, которые уже зашкварились. Не тех, которые уже потеряли мотивацию. Типа Дефта, да. Либо зашкварились. Типа... Кого тут взять из тех... Он Флик, например. Он вроде уже пробегал в каких-то мелких командах. И там ничего не показал. Или Кузик, который провалился один сезон. То есть мы берем чуть ли не на пике формы грандиозных старичков. Прямо как в Team Fight Manager игру, которую мы с вами проходили. Тут несколько раз. И получаем вот такую добротную девятку команду. Команда претендент на чемпионат мира. И команда претендент на чемпионский титул. Правда, им есть с кем бороться. И впереди у нас еще два коллектива. Которые как раз-таки будут между собой, как мне кажется, делить первую позицию. Что я могу сказать про единственные проблемы, которые могут появиться в команде Red Force. Это несыгранность. Ребята не играли ни разу друг с другом. Ну, по-моему, BDD и Dread. В какой-то момент они все же один сплит играли друг с другом. Effort с Саней, по-моему, точно не играли друг с другом. Тем более, что Effort тогда уже был полутренер, полусаппорт. Когда Саня только присоединилась к команде Т1. Они знают друг друга, но вряд ли будут сыграны. Ну, и тут мы идем в следующий шаг. Это команда GNG и ее состав. Сразу скажу вам, я не говорю, что они слабее, чем команда Т1. Вы понимаете, что Т1 здесь нет. Я их ставлю именно по лесенке. Это лесенка. То есть это линии одинаковых команд по силе. И вот здесь вот команда GNG просто попалась в номер 2. И у нее состав Доран на топе. Напоминаю, что это тот игрок, который пропускал практически какой-то один сплитик. Все уже подумали, что про него можно забыть. А он начинал с команды Гриффин. И в Гриффинах он был талантливым монстром. Пока Гриффины не слетели, его надо было продать. И Доран не смог найти себе хорошего лесенка. А вот тут вот лесенечок Пинат, которому я ставлю 9 баллов. Потому что Пинат прошлый сплит сыграл великолепно. Он играл в команде NS Red Force. И чуть ли не на своих двоих плечах вытащил эту команду в плей-офф. А там они уже провалились, потому что у них не было ботлейна. И этот ботлейн теперь в команде Дамон Кия. Привет домбоновцам. Чови появляется здесь. Это удивительно, потому что я удивлен, что команда Ханква Лайф решили избавиться от такой звезды. Возможно, им просто денег не хватило. И вы видите, самое гигантское падение. Джин Джи находится на позиции номер 2, где, в общем-то, и были всегда. А вот Ханква Лайф упали в худший список команд. Ну, возможно, они все же смогут там с Leaf Sandbox'ами как-то побороться. И рулер с Legends'ом. Руллер с Legends'ом остались здесь же. Ну, Legends'у он прибавился. Никогда не был такой слабым звеном. Это один из сильнейших саппортов чемпионата Кореи. Ну, а рулер как был, так и будет. И я, честно, по одним только именам готов им давать чемпионский титул Кореи. Если бы не было кое-чего. И вот этого значка не было на той стороне. Команда T1, SK, Telecom. Которые сохранили в кои-то веки весь свой состав чемпионата мира. Кроме одного игрока. Игрок Саня был продан. Причины нам неизвестны. Нигде не было этого написано. Нигде не было про это рассказов. Был только шум. Шум по итогу. Причины, ну, именно ухода непонятные. Если это были действительно деньги, то насколько же больше собирались ему платить. Напомню ситуацию. Саня захотел уйти в команду, если я правильно помню, в DamwonKey. Он захотел уйти. Ему T1 говорит, ты нам принадлежишь, мы будем сами выбирать, куда ты пойдешь. Потому что он по контракту с ними должен оставаться. Он говорит, что он с менеджером предыдущим, который, к сожалению, скончался в прошлом году, договорился о том, что если он остается в команде T1 на следующий год, то ему увеличивают зарплату на какое-то N-ное количество. Команда T1 увеличила ему зарплату, но этот N оказался N, поделенный, видимо, на 10 миллионов. Поэтому Сане не понравилась эта новая цифра, и он захотел, затребовал, точнее, перехода. Команда T1 сказала, раз ты хочешь перехода, мы его оформим. И оформили его переход в команду NS Red Force. Саня не захотел идти в NS Red Force, он хотел идти в DamwonKey, потому что они предлагали больше ему денег, но меньше команде T1. А T1 ответили, извини, нам платят больше команда NS Red Force. Ты отправишься туда, будешь зарабатывать у них больше, чем у нас, но при этом мы еще себя заимеем денюжку. Так вот, к чему я это веду? Непонятно, почему Саня все же не пошел на обратку и не согласился остаться в команде T1. Возможно, он тоже головой подумал. Ладно, я не буду получать те деньги, которые хотел, но я все еще останусь в команде потенциального чемпиона Кореи, потенциального выхода на чемпионат мира. Потому что очень сильный состав собирается. Dread, BDD, Ghost, Effort. Это все равно топовый коллектив. А в команде T1 ты уже начал, знаете, как у себя дома сорить. И как бы возвращаться уже сюда не хочется, потому что все на тебя будут косо смотреть и думать, а что это ты самый умный, решил больше зарплату получать, про менеджера вдруг заговорил. Возможно, из-за этого. И я надеюсь, что этот конфликт уже улажен. И со стороны команды T1 они говорят, что у них и не было никаких конфликтов. Это Саня что-то там кипишует. Ну а сами, команда T1, почему же я их ставлю так высоко? Гумаюша и Керри. Выступление на чемпионате мира потрясающее. Шикарнейший ботлейн, который не проиграл, по-моему, одну игру они проиграли на ботлейне. Все остальные матчи они выигрывали на ботлейне регулярно. Даже команду Дамвонкия. Единственная их проблема была, это пока еще молодой Олег, ну либо Онир, и пока еще молодой Саня, которого они заменили на еще более молодого Зевса. И вот этот Зюс, либо Зевс, он всегда показывал в чемпионате Кореи лучше матча, чем Саня. Но только в чемпионате Кореи. На международке он еще не играл, и вот эта маленькая проблема может оказаться. Поэтому я ему ставлю 8 баллов. По циферкам ему можно давать 9. Потому что если он будет показывать тот же уровень игры, который он показывал в чемпионате Кореи прошлого года, то Саня будет ему даже проигрывать дуэльки 1 на 1. И у команды Т1 опять самый молодой состав. Даже учитывая, что у них фейкеры жутко старые. Так относительно киберспорта. Но все остальные игроки жутко молодые. У них здесь Зевс. Давайте проверю, если честно, я не помню возраст. Сейчас быстренько, ребят, загляну. Надо было подготовить мне всю эту кнопочку. Загляну в команду Т1. И скажу вам возраст всех игроков. Просто чтобы мы были в курсах. 2004 года рождения Зевс. Ему 17 лет. Онир. 2002 года рождения. Ему 19 лет. Гумаюши тоже 19 лет. Кстати, еще пока не полных. И Керрия тоже 19 лет. Ну и фейкеры. Это старый пердун. 96 года рождения. Кстати, кто? Тоже 96 года рождения. Ставьте лайк под этим видео. Потому что видео завершилось. Вот такой вот у меня рейтинг чемпионата Кореи. И я желаю удачи всем командам. Желаю, конечно же, Фредидам и Ханхвалаевам подняться как-то выше. Правда, если они поднимутся выше, то кто-то упадет ниже. Но и больше всех переживает за команду Дамбон. Потому что они на яйцах этих сидят. Золотых каньоны и шоумейкеры. Стоят ли они столько денег? Что им пришлось выкинуть всех своих игроков. Точнее, даже не выкинуть, а продать всех своих игроков. То есть вы сами видите, что им пришлось от Кан... Да, куда Кан делся-то, спросит кто-то. Возможно, кто-то не в курсе. Кан, игрок предыдущего состава команды Дамбон Киа, он ушел в армию. Точнее, еще не ушел в армию. Сейчас он официально подписан как контент-мейкер команды Дамбон Киа. Какие-то, видимо, копеечки с них получает. И напомню, что армия длится у них не так, как в России. Ты не должен сразу же, как только вступил в армию, находиться уже в казарме. Нет, ты можешь еще полгода чуть ли не быть на гражданке. Там надо приезжать, уезжать на выходные. И вот во время этих выходных он будет стримить. Плюс, если он попадет в какую-нибудь роту киберспортивную, там такие роты есть в Южной Корее. Ему, возможно, позволят даже играть с какими-то, ну, не на чемпионате Кореи, но в каких-то там молодежных играх по Лиге Легенд. И, соответственно, он сможет еще и стримить там чуть ли не регулярно из этой армии. Такое в Корее есть. Это не новинка. Это многие старкрафтеры, варкрафтеры в Корее Южной так поступали. Ну и, получается, вот Кан, за него они денежки получить не смогли. А Ботлейн им пришлось распродать. И распродали, как вы видите, Госта в команду NS RedForce. А NS RedForce им отдали двух, как раз я хотел про это напомнить, двух своих ботлейнов. Забавно так они разменяли одного человека за двух. Возможно, они не того цвета кожи. Ой, опасные шутки. Все. Всем пока, всем счастливо. Увидимся на следующих видосиках. А на этом ставьте лайкусик, если он вам понравился. Пока-пока, ребята.